Авторская программа писателя Виктора Ерофеева «Заговор классиков». Слушайте на радио «Голос Берлина» два раза в месяц по субботам в 18 часов. Повторы в воскресенье в 11 утра и в среду в 20 часов. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Заговор классиков». Меня зовут Катя Ерофеева. И со мной в студии сегодня знакомое вам уже трио, знакомый наш ансамбль. Ударник, ритм, соло и бас мы исполняем на троих. Дмитрий Драгилёв, человек-оркестр, поэт, музыкант. И Виктор Ерофеев, писатель и мой замечательный супруг. Привет. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим о очень важном персонаже в русской литературе, о очень важном писателе. Иван Александрович Кончаров. И, в общем, самое главное его произведение – обломов. Мы продолжаем говорить. Мы уже в прошлый раз начали говорить о биографии. О его жизни, да. В этот раз мы поговорим серьёзнее о творчестве. Хорошо. Что у нас там, у нас в заначке, Катюш? Скажем, что любовь – лекарство от смерти. Неплохая заначка. Ну, на самом деле, даже неожиданно, мне кажется. Не, ну это правильно, но неожиданно в связи с Гончаровым. Ну, в обломове пытаются всё время превратить любовь в лекарство от смерти. Но, как получилось, расскажем попозже. Русские, конечно, думают, что диван – лекарство от смерти. Ну, что, я прочитаю твой маленький текст. Конечно. Для многих он всего лишь автор гениального обломова и теоретик обломовщины. Всё остальное остаётся в тени. На самом же деле его прозу справедливо сравнивают с экзистенциальной глубиной фламандской живописи. Это один из самых серьёзных исследователей любви и смерти, их таинственные взаимосвязи. И эпиграф у нас есть сегодня. Иногда мне бывает просто лень писать. Тогда я беру, как вы думаете, что книжку Ивана Сергеевича. Она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучиваются. Ну, Иван Сергеевич, естественно, Тургенев. Меня, кстати говоря, порой разогревает Володя Сорокин. Почитаешь и тоже хочется писать. Вот видите. А поспорить с ним. И поспорить. Но это одно и то же. Ну да, это, в общем, два таких Ивана русской литературы. Два Ивана русских. Два, может быть, главных, если говорить о прозе в 19 столетии. Если говорить о том, что они за собой приволокли, условно говоря, один нигилизм, другой обломовщину, то они побили все рекорды. Да, они побили все рекорды, потому что прозе в Достоевскую штуку. Ну, так, Раскольников, Толстой, Война и мир. А это вот нигилизм. Бах, это Тургенев. Обломов, бах, это Гончаров. И полный облом. И полный облом всех надежд. Да, действительно, обломовщина – это феномен. Не только литературный, но и культурный. И они как-то взаимодополняют. То есть одно другое породило и продолжается. Ну что ж, поговорим тогда о том, как сам Гончаров отнесся к успеху Обломова. Обломов по выходе всех частей произвел такое действие, какого ни вы, ни я не ожидали. Увлечение ваше повторилось, но гораздо сильнее в публике. Даже люди, малорасположенные ко мне, и то разделили впечатление. Оно огромно и единодушно. Добролюбов написал в «Современнике» отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину. Словом, я теперь именинник. Одно только неудобно. Многие хотят познакомиться, и потом то, что с кем я не встречусь, непременно заговорят об этом. Конечно, когда жар спадет, начнут и ругаться, особенно в Москве. Хотя там страстно приветствовали первые две части. Но там живут славянофилы, а Штольц немец. Я думаю, что мы уже в первом нашей передаче о жизни Кончарова, кстати, вот его годы жизни, 1812-1891, мы уже рисовали портреты самого Кончарова. Но давайте напомним всё-таки, Катюш, я думаю, что Плетнёв довольно ловко показал, как мы его представляем себе, я имею в виду Гончарова, уже таким вот располневшим обрюзгым цензором. Он был цензором, а на самом деле это был тот самый человек, который всё-таки на фрегате Паллада объездил весь мир. «Помню, как сейчас, как мы встретились с Иваном Александровичем у входа в отель. Моя покойная матушка вступила с ним в оживлённую беседу, поздравив его с новым произведением. Мне было лет 13, но я живо заинтересовался личностью писателя, о котором уже много слышал. Сильно запечатлелась в моём уме его наружность, его внешний облик, так что я только таким могу себе его представить до сих пор. В портретах Гончарова наиболее распространённых он представлен обрюзглым, вялым, лысым стариком, ничуть не дающим о нём верного понятия. В пору своего расцвета Гончаров был полный, круглолицый, с коротко остриженными русыми баками на щеках, изящно одетый мужчина живого характера, с добрыми, ласковыми, светло-голубыми глазами. Светло-голубыми глазами. Красиво. Но надо сказать, что наш замечательный Гончаров прославился не только обломал, ведь когда ему говорят, в общем, ему говорили, и мы ему тоже вслед за остальными говорим, ну как же, обломов хорошо, а где вообще мир, где земной шар... Ну да, это кругосветное путешествие. Да, тут выясняется, что именно в отличие от Пушкина, Лермонда и многих других, этот самый Гончаров объездил весь мир. И он начался не с обломова, а с акулы. Вот это действительно какое-то невероятное несовпадение нашего представления о Гончарове. Гончаров и акула. Как тебе этот портрет? Гончарова на фоне акулы. Мне кажется, он и научился писать, а именно потому, что увидел акулу, то есть он был потрясен какими-то очень интелемными, значит, картинами мира, и вот постепенно уже склонялся к портретам, я бы сказал, более, ну, такого банального свойства, хотя, конечно, они были совсем не банальны. Вот почему-то тебя представить с акулой, барракудой, с какими-то ужасными рыбами, я вполне себе могу. Да, ну так у меня и было. Я на Гавайях выловил эту рыбу меч, она всё-таки весила 110 килограммов, и помню, что со мной с этой рыбы снимался весь порт, когда мы приволокли на Гавайях эту рыбу, а выяснилось, что такие рыбы большие бывают, но что 110 килограмм – это уникально. Это уникально, но я, кстати, не видела эту фотографию, жаль, что я выросла на твоих фотографиях с островитянскими королями, так что я вполне с всякими вудуистами, так что, ну вот как-то Гончаров и акула – это слишком. Неожиданно. Это абсолютно неожиданно. Я бросился к окну и вижу на меня снизу смотрит страшное тупое рыло чудовище. Оршина в двух или трёх от окна висела над водой, пойманная на толстый пальцев полтора крюк акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть, она от боли открыла рот настиж. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной, хвост её болтался в воде, а всё остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения верёвки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней тёмно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно. Вот интересно, что, может быть, это одно, скажу какие-то невероятные вещи, это одно, может быть, такое приключение морское, которое даёт нам возможность сказать, что Гончаров всё-таки описывал смерть болезненно, потому что, если взять других персонажей… Просто Хемингуэй, а не Гончаров. Если взять других персонажей, да, точно так сказал, Хемингуэй, то надо сказать, что он говорит об этой смерти, но никогда её не изображает, как Флабера, например, смерть мадам Баварии, и в этом смысле Мережковский ловко это подметил, и я думаю, что есть смысл зачитать эту цитату Гончаровой смерти. Но ты находишь этому ответ? Не нахожу, честно говоря, я не совсем согласен с Мережковским, но сначала давай прочитаем. – Но ведь это же было, можно сказать, такое слово модно, изображать смерть. – Да, это точно. То есть можно сказать, что XIX век со смертью дружил в какой-то степени, да. – Да-да-да, и она была всем знакома, все её наблюдали, это вот вообще-то откуда наши такие представления и знания об этом, об этих всех процессах. – Оттуда. – Оттуда? – Да. – Ну вот тут у Гончаров, ну давай послушаем Мережковского, прочти, пожалуйста, и подумаем, насколько это всё правильно. – Гончаров и смерть. – Угу. – Степень оптимизма писателя лучше всего определяется его отношением к смерти. Гончаров почти не думает о ней. В обыкновенной истории ему пришлось говорить, как умерла мать Александра Адуева. Эта женщина – живой, яркий характер и занимает важное место в романе. Сын присутствует при смерти. А между тем, о кончине её два слова. Она умерла. Ни одной подробности, ни одного ощущения, никакой обстановки. И так Гончаров пишет в эпоху, когда ужас смерти составляет один из преобладающих мотивов литературы. О счастливой обломовке смерть – такой же прекрасный обряд, такая же идиллия, как и жизнь. Это, кажется, та самая безболезненная мирная кончина живота, о которой молятся верующие. Адуев во втором своём периоде примирения с жизнью рассуждает так. Не страшна и смерть, она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие. Обломов умер мгновенно от апоплексического удара. Никто и не видел, как он незаметно перешёл в другой мир. Хозяйка застала его так же кротко покоящегося на адре смерти, как на ложе сна. «Что же стало с Обломовым?» – спрашивает автор. «Где он?» «Где?» На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его между кустов в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Вот спокойный взгляд на смерть, каким он был в древности у простых и здоровых людей. Смерть только вечер жизни, когда лёгкие тени Элизиума слетают на очи и смежают их». Кстати говоря, замечательная цитата. Спасибо, ты её прочитала. Но ведь поразительно. Что же стало с Обломовым? И дальше идёт описание кладбища и скромные урны, полыни, и запах полыни и так далее, которые создают такую атмосферу, которая действительно в самом деле похожа на живопись фламандцев. Ну что же, мы тогда немножко сделаем шаг назад и поговорим о обыкновенной истории. Белинский в письме Боткину. «Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы. Читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской из устный рассказ. «Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу, какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму». Это, кстати говоря, цитата, которая уже звучала в предыдущей программе. Совершенно верно. И эта цитата связана с обыкновенной историей. Это не обломок. «Да нет», – продолжал Петр Иванович, помолчав, – «боюсь, как бы хуже не наделать. Делай, как знаешь сам, авось догадаешься. Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты 200 тысяч приданого. Правда ли? Да, 200 отец дает, да 100 от матери осталось». «Так это 300», – закричал Петр Иванович почти со спугом. «Да еще он сегодня сказал, что все свои 500 душ отдает нам, теперь же в полное распоряжение с тем, чтобы выплачивать ему 8 тысяч ежегодно. Жить будем вместе». Петр Иванович скачил с кресел с несвойственной ему живостью. «Постой, постой», – сказал он. «Ты оглушил меня. Так ли я слышал? Повтори, сколько?» «500 душ и 300 тысяч денег», – повторил Александр. «Ты не шутишь? Какие шутки, дядюшка?» «И имение не заложено», – спросил Петр Иванович, тихо, не двигаясь с места. «Нет». Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника. «И карьера, и фортуна», – говорил он почти про себя, любуясь им. «И какая фортуна! И вдруг все, все! Александр», – гордо торжественно прибавил он, – «ты моя кровь, ты Адуев, так и быть, обними меня!» И они обнялись. Смотри, мы уже чуть-чуть коснулись фламандской живописи. Дружинин – замечательный критик XIX века, а мы стараемся в нашей передаче приглашать, условно говоря, только тех людей, которые действительно хорошо чувствуют литературу, и вот один из них как раз современник Гончарова-Дружинин, очень четко отработал тему «Гончаров» и фламандская живопись. Мы проводили подробную параллель между талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы. Параллель, как нам и теперь кажется, дает верный ключ к уразумению заслуг, достоинств и даже недостатков нашего автора. Подобно фламандцам, господин Гончаров национален, неотступен, в раз принятой задачей поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, господин Гончаров не путается в системах и не рвется в области ему чуждые. Как Доу, Ван дер Нейр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас нами названным великим людям, господин Гончаров не выдает своей глубины поверхностному наблюдателю. Но подобно им он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества. Для того, чтобы подобно им же навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности им уловленной. Да, мы говорим, что русская критика всегда была сосредоточена на социальных проблемах, а вот как раз Дружинин был тот, который возглавлял тему «Искусство для искусства». И вот поэтому и писал интересно и думал самостоятельно. Ну что ж, теперь нам надо всё-таки вернуться к Обломову, потому что мы его обрисовали как, что называется, символ, как конструкт, ты правильно сказала. А давай нырнём в роман и посмотрим, как Гончаров его представляет. Да, ну, безусловно, это конструкция. Даже, я думаю, все школьники, которые проходят Обломова в школе, думают про себя так же. И что они Обломову. Обломов или я стану Обломовым. Если бы наша Марья Анна сейчас читала Обломова, я думаю, что тоже она бы… Она бы тоже его оценила. Приняла это как руководство к действию. Я буду такой же. Ну, надо добавить просто нашим слушателям, зрителям, что наша Марья Анна скоро будет семь, так что она уже серьёзная девочка и готова, в общем, рассуждать о смысле жизни. Кто такой Обломов? Это сам Гончаров, естественно, пишет. Но к несчастью или к счастью, Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал дохода не более 10 тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Руслан Лазаревич ничего не значит, выдумает войну и причину её. У него хлынут, например, народы из Африки в Европу. Или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия, а то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа и все поклоняются ему. Ясно, что Обломов не тупая апатическая натура без стремлений и чувств, а человек тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чём-то думающий. Вот, Дима, я хочу сказать, что он предчувствовал, предвидел наш дорогой Обломов эмиграцию из Африки в Европу. Вот только что вы это... Кстати говоря, да, на самом деле совершенно потрясающий момент, который... Поразительный, поразительный. Да, ну ищущий, конечно, в своих мечтах. И интересно, что здесь заложена очень тонкая ирония. Обрати внимание, что непобедимым полководцем считается угончарование Наполеона и Руслама Лазаревича. Да, разумеется, конечно, сам пропитанный иронией. Это очень забавно. А дальше вот... Кто такой Яруслан Лазаревич? Ну, это, в общем, сказочный герой, естественно. Ну, разумеется, конечно, никто не знает. Слушай, а дальше вот интересный момент, который меня просто ошарашил, когда я прочитал это у него впервые, это вот Малин Бацко и Чудо Гончарова, потому что, признаюсь, ну, ты это знаешь, конечно, мы с тобой не первый год обсуждаемого, и то, что я пишу, вот. Ты знаешь, что у меня такое чудо случилось с русской красавицей, ну, просто похоже, невероятно. Ну, у тебя вообще чудеса случаются. Да, невероятное получилось чудо. Что не день, то утреннее или вечернее чудо. Ну, это уже описано, да. А здесь можно бы сказать так, что Кончаров как-то подтвердил те мысли, которые у меня возникли после того, как случилось это чудо. И есть мысль в нём разобраться. Что же это за Малин Бацко и Чудо Кончарова? Помните, как вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь, здоровый, весёлый, эцетера, эцетера? Как мне было досадно тогда на вас, какими пустяками казалось ваше пророчество, какая бестолковая, думал я, разве это возможно, разве не прошло это всё и здоровье, и романы? И что же, вы чуть не правы. Да как вы смеете быть правы, как вы позволили себе предсказывать то, в чём я не только сомневался, но и отчаивался? Так слушайте же, я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля. У меня закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали конец. Я писал как будто по диктовке, и право многое явилось бессознательно. Подли меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Под диктовку писал. Конечно. Откровение. Писатели, который, в общем, о чём написал? Об Обломове, который ленился, который не знал, как жить, и вдруг кто-то откуда-то дал Гончарову возможность вообще за два месяца создать портрет человека, которого мы будем помнить всегда. Как ты думаешь, кто тебе помогает писать? Я думаю, что есть какие-то силы, которым лучше не афишировать, потому что уйдёт тайна. Нет, есть совершенно открытые и официальные силы. Ну, например. Ну, например, до встречи со мной тебе помогали писать ангелы или демоны. Ну, теперь я просто сижу рядом и говорю тебе, что писать. Нет, это всё правильно. Тогда просто надиктовываю тебе целые романы. Это, естественно, ты моя муза. То справа, то слева подойду. И надиктуешь. И просто замучил тебя уже своим жужжанием. Нет, нет. О чём тебе писать? Не замучил, но ты муза. Это верно. Об этом я, кстати говоря, я тебе... Ты тоже моя муза. Ты только что подписал книжку у Великих Гопников, и написал, что ты моя муза. А теперь, оказывается, и я твоя муза. Ну, что же, вот так вот две музы и живут. А что такое обломовщина, наконец? Вот Гончарова очень нравится. О боже, неужели мы разберёмся сегодня. Очень нравилась статья Добролюбова в «Современнике», то есть, в общем, в радикальном, таком, я бы сказал, социалистическом журнале, а ему это понравилось. И давай послушаем. Что такое обломовщина? Уже об обломовщине, не об обломове Добролюбов. Истории о том, как лежит и спит добряк-ленивец обломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь. В ней предстаёт перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью. В ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесённое ясно и твёрдо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это – обломовщина. Оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни. И оно придаёт роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта. Мы находим в нём произведение русской жизни, знамение времени. Вот так плавно от Белинского к Добролюбову и перешли. Да, и теперь мы переходим к роману, который тоже начинается на О, как Обломов и Обыкновенная история. Это последний роман, который написал Гончаров «Обрыв». И надо сказать, что мы сейчас… Все вот эти вот размышления, почему всё на это на О, по-моему, чистая спекуляция. Я тоже думаю, да. И мы сейчас обратимся к Тургеневу. Тургенев не самый справедливый критик. Там чуть ли не до дуэли доходило дело, потому что Гончаров заподозрил его в плагиате. Ну, не знаю, по-моему, это было ошибочно. Тем не менее, Тургенев всегда с большим симпатией относился Гончарову к тому, что он писал. А вот с «Обрывом» как-то это не пошло. Послушаем его. Как приняли обрыв. Тургенев – критика обрыва. Ну, Тургенев – знаменитый критик. Гончарова. Только и отдыхаешь, как попадешь в дом к Татьяне Марковне и в уездный город. Там есть вещи хорошие, второго разряда не более. Вспомните подобные описания войны и мири. Нет, повторяю, это всё отжившее. Не знаю, какой успех ожидает в публике этот роман. Но знаю, наверное, что восторгаться им будут только пошляки, умные или глупые. Это всё равно. Это написано чиновником для чиновников и чиновниц. Вот так и припечатал. Мне нравятся умные пошляки. Это смешно. Умные пошляки. Ну, кстати… Почему нет? Почему бы и нет? Ну, смотри, ну так ли это на самом деле? Возьмём другую цитату, уже из «Обрыва». Мне кажется, что тут не пошляков, умных или глупых, идёт речь. Я имею в виду, как читатели. Здесь, в общем, довольно глубоко копает. Да, вот посмотри, действительно, это запускает какую-то настоящую культурную дискуссию. Причём не только внутри… Они дискутируют внутри романа бесконечно, пытаются выяснить и для себя какие-то моменты. Это правда. И это всё, если действительно прочитать и потом попытаться как-то с этим осмыслить, то тоже ты начинаешь думать, а что же действительно… Это тема любви, которая, как мы сегодня заявили, побеждает смерть у Гончарова. Вот она в «Обрыве» представлена ярко, интересно. Вот одна из цитат по поводу этого чувства. Мы с тобой обожаем тему любви. Конечно. И постоянно пытаемся что-то на эту тему сказать. И всё равно есть ещё что сказать. Это правда. Она бесконечная. Это да. Да, это святая глубокая возвышенная любовь – ложь. Это сочинённый, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Это люди придумали, как придумали казённую палату, пятийные конторы, моды, карточную игру, балы. Возвышенная любовь – это мундир, в который хотят нарядить страсть, но она беспрестанно лезет вон и рвёт его. Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не даёт. Любовь одна, нет других любвей. Возьми самое вялое создание, студень какую-нибудь, вон купчиху из слободы, вон самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя. Кого хочешь. Все непременно чувствовали, кто раз, кто больше, смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно, смотря по воспитанию. Но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, её муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь, среди жизни, эту хмельную игру сил, это блаженство. Хотела ли бы ты испытать такую страсть, Вера? Она задумчиво слушала. Да, если она такова, как вы её описываете, если столько счастья в ней. Она вздрогнула и быстро отворила окно. Да, ну там, естественно, в этом романе не всё так счастливо по поводу любви. Ну, совсем не счастливо. Совсем не счастливо, скажем так. Чтобы не пугать наших слушателей и зрителей, там совсем не счастливо. Она ходит и убивается, поэтому и обрыв называется этот самый. Обрыв не только физический, но обрыв жизненный. И здесь неожиданно совершенно выплывает тема, которая меня самого до сих пор удивляет. Это почему Чехов не понял Гончарова. Вот Ахинвальд, Юлия Ахинвальд, который, кстати говоря, тоже один из наших любимцев нашей передачи. Это замечательный философ и критик. И, кстати говоря, вот Дима только что сейчас нам рассказал до передачи о том, что он участвовал как раз в организации Союза писателей, здесь русских писателей в Германии. Ну, понятно, что после революции. Вот он заметил эту тему у Чехова. И, надо сказать, она, конечно, удивляет. Ну, Чехов очень любил трудолюбивых людей, и все его персонажи невероятно трудолюбивы. Обломов – это просто, ну что это? За что Чехов недолюбливал Гончарова? Юлиан Ахинвальд. Кстати говоря, один из создателей нашего Содружества русскоязычных литераторов Германии в свое время, в 20-е, с которого отчет ведет. И вообще замечательный критик литературы. Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах. Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе, за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем. Его обломов – совсем неважная штука. Сам Илья Ильич – утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую фигуру. Обрюзглый лентяй, каких много. Натура несложная, дюжинная, мелкая. Возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя, если бы обломов не был лентяем, то чем бы он был? Я отвечаю – ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет. Остальные лица эпохи не характеризуют и нового ничего не дают. Ольга сочинена, а главная беда во всем романе – холод, холод, холод. Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов. Вот так вот взял и вычеркнул. А тем не менее, помимо Чехова, до него вся, надо сказать, команда радикальных критиков-социалистов, и включая тоже и хорошего, интересного писателя Салтыкова Щедрина, в общем, были обижены обрывом, потому что там один из героев, вот этот знаменитый Марк, представлен, в общем, достаточно негативно. А одновременно он как бы продолжатель вот этих нигилистов, которых создал прежде всего Тургенев. И вот Николай Шелгунов, один из таких деятелей, как раз журнала «Дело», то есть журнала тоже радикально-социалистического, вот так вот описал этого, можно сказать, социалистического героя, споря с ним, естественно, совершенно, я имею в виду с автором, потому что как же так можно его изображать? Николай Шелгунов. Марк был лет 27 среднего роста, сложенный крепко, точно из металла и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом, волосы бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб, усы и борода жидкие, открытое, как будто дерзкое лицо, далеко выходило вперед, черты лица не совсем правильные, довольно крупные, руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие, взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный, ко всему небрежный. Сжавшись в комок, он сидел неподвижен, ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрели на все спокойно или холодно, но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно и беззаботно собаке. Затем идет подробное описание собаки, лежащей, по-видимому, спокойно, а между тем готовой каждую минуту вскочить и залаять. Маркушка бездомная, как называла Волохова Татьяна Марковна, оказывается прозвищем весьма деликатного свойства, пред букетом, преподнесенным герою романа самим автором. Вот такая критика социалистических идей, там действительно этот Маркуш, условно говоря, назовем его тоже, как и Татьяна Марковна его называла, действительно там, можно сказать, разбонничает по любовной линии, и в результате героиня несчастлива, ну и, в общем, из-за этого и рождается роман под названием «Обрыв». Ну и для того, чтобы все-таки вернуться к какому-то правильному, уравновешенному представлению от Вольси Гончарова… Все-таки, на твой взгляд, «Обрыв» – это не пропадение. Ну нет. Я уверена. Ну посмотрим, посмотрим, потому что всегда можно прочитать и так, и так. Я думаю, как раз именно «Обрыв» можно прочитать и как несчастье Гончаровское, а и как что-то, что он попытался действительно узнать, и понять о любви, и узнать действительно где-то глубины этого чувства. А все-таки вот возьмем, опять-таки, нашего тоже частого гостя Никитенко, это цензор, это, надо сказать, коллега Гончарова, который был цензором вместе с Тючевым, кстати говоря, это были люди прекрасно образованные, и никто не стыдился быть в то время цензором. Так вот, Никитенко написал о Гончарове очень спокойно, просто взяв один момент его жизни, просто когда Гончаров читает ему новую главу, и рассказал о том нам очень радко, в чем же главная черта его таланта. Из нашего критика, цензора, цензора, Никитенко. «Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене, главу своего романа. Главная черта его таланта – это искусная тушевка, умение оттенять верно каждую подробность, давать ей значение, соответственное характеру всей картины. Притом у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий». Ну вот, я думаю, что Никитенко, который помог Гоголю издать «Мертвые души», Никитенко, который обожал литературу и дневники его, совершенно поразительные, вот он, по-моему, сформулировал и коротко и ясно, действительно, творчество Гончарова, найдя в нем и легкий, гибкий язык, найдя в нем какую-то естественность очень важную, которая нас всегда привлечает в образе Обломова. Ну что ж, мы тогда говорим нашим, мы говорим нашим слушателям, нашим зрителям всего доброго. Не превращайтесь в Обломова, но знайте, что такой персонаж уже написан, существует. Зачем его имитировать? Ну что ж, всего доброго, до новых встреч, до свидания. Всего доброго. Всего доброго, и надо сказать, что это редкий случай, когда Чехов неправ, потому что все-таки фламандская живопись, которую заметил Дружинин в творчестве Гончарова, гораздо более соответствует смыслу и значению самого Гончарова, нежели вот те обиды, которые нанес Гончарову наш любимый Чехов. Абсолютно с вами согласен. Продолжение следует...